ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Итак, Вадим, у меня есть мелочь. Сейчас я предлагаю нарисовать на каждой монете какой-нибудь символ, какую-нибудь геометрическую фигуру. Назовите любую какую-нибудь. Треугольник. Треугольник. Квадрат. Треугольник. Ну ладно, начнем с треугольника. Круг. Треугольник. Круг. Палка. Круг. Квадрат. Прямоугольник. Прямоугольник мы не отличим. Мы можем, например, сердечко. У нас есть дамы здесь сегодня, поэтому сердечко можем. Тебе нравится эта идея. Отлично. Звезда. Звезду я не умею рисовать. Я умею. Можно? Ладно, подожди, подожди. Давай, давайте волны. Волны, волны. Тоже волны. Это тоже интересно. Омега. Можно сделать крестик. Крестик можно сделать. Просто поставить. Минус. Минус. Можно минус, да. Ну все, закончились. Окей, несколько монеток. Вадим, я предлагаю тебе взять эти монеты все. Тебе сейчас нужно будет их мешать вот так трясти и выбрасывать их на стол, пока этого не делай. Те монеты, которые будут рисунком вниз, мы их будем исключать до тех пор, пока не останется одна случайным образом выбранная. Хорошо? Давай. Тряси и выбрасывай на стол, чтобы они не упали на пол. Так, что у нас с лицом? Одна только, да, лицом вниз. Мы ее убираем. Бери все остальные. Тряси. И тряси, Вадим. Вадим, тряси. Как в последний раз. Тряси. И выбрасывай. Чтобы не упали на пол. Большое спасибо, Вадим. Я ценю твою помощь. Так, что это... Так, какие у нас... Две лица, да. Вот эти, да, лицом. Остались две. Треугольник, сердечко. 50 на 50. Тряси. И аккуратно выбрасывай. Еще раз. Еще раз. Это надолго, ребята. Мы не уйдем отсюда сегодня. Так, остался треугольник. Вадим, я мог знать, что у тебя останется? Нет. Ты же сам тряс, сам выбрасывал. Тем не менее, все это время здесь было написано «выпадет треугольник». Что? Что? Вот то. Вам понравилось? Да. Да. Угадать, какой стороной выпадет монета, невероятно трудно, но реально. Для этого фокуса вам понадобится маркер, семь одинаковых монеток и бумага. Для начала нужно будет подготовить монеты. Возьмите маркер и нарисуйте на первой монете, например, крестик. Только с одной стороны. На другой монете – кружок. На третьей, например, волну. Еще на одной будет смайлик. Еще одна будет с квадратиком. И сердечко. Важно! Маркер не должен стираться. На последней монетке нам нужно будет нарисовать треугольник. Но это будет единственная монета, на которой рисунок будет располагаться сразу с двух сторон. Поэтому переворачиваем ее и на обратной стороне тоже рисуем треугольник. Вы готовы начинать показывать фокус. Вы говорите вашему зрителю, что у вас есть монеты, на каждой из которых нарисованы разные символы. Показывайте ему эти символы. Важно не давать зрителю разглядывать монеты. Затем вы берете листок и рисуете на нем треугольник. Но не показывайте зрителю, что вы рисуете. Откладывайте листок. Вы говорите зрителю, что он должен взять монеты, потрясти их и бросить на стол. Вы говорите зрителю, что ему нужно будет убирать те монеты, которые окажутся рисунком вниз. Вот три из них оказались рисунком вниз. Мы их убираем. Осталось четыре. Две осталось рисунком вверх. Убираем. И остались две. Одна осталась рисунком вниз. Мы ее убираем. У зрителя осталась только монета с треугольником. Вы говорите зрителю, что вы не могли повлиять на исход событий, ведь он все делал самостоятельно. Но тем не менее, вы заранее знали, что последней останется монета с треугольником. Сейчас я напишу здесь кое-что. Это будет лежать вот здесь. Маша, смотри. Сейчас мне нужно будет, чтобы ты подключила всю свою интуицию. Тебе нужно будет взять колоду и раскладывать колоду на красные и на черные карты. Красные сюда, черные сюда. Но не глядя наугад лицом вниз. Хорошо? Давай, попробуем. Если ты чувствуешь, что она красная, клади ее в эту стопку. Если ты чувствуешь, что она черная, клади ее в эту стопку. Поехали. Это сюда. Окей, дальше. Только нужно быстрее. Нужно быстрее не думать. Быстрее, быстрее, быстрее. Окей, дальше. Давай. Давай. Еще. Примерно одинаково нужно класть стараться. Так, подожди. Смотри, угадалось. Черный. Поехали. Давай еще. Так вот. Сюда. Сюда тоже чуть-чуть, здесь меньше. Сюда. Ага, сюда. Это красная, это красная. Ага. Неплохо, неплохо. Ага. Стоп. Теперь я осложню задачу. Сейчас сюда тебе нужно будет класть черный, а сюда нужно будет класть красный. Поменяем. Поехали, давай. Давай, примерно поровну, чтобы было. Сейчас на него черный, а на правую очень много клади. Да, вот видишь, красный угадал. Молодец. Окей. То есть, по твоему мнению, здесь красный, а здесь черный? Я угадала? Давай посмотрим. Здесь половина красных, половина черных. Ты молодец. Здесь тоже половина красных, половина черных. Я все угадала? Ты все угадала, все угадала. Но кроме, подожди. Кроме, а вот, ты ошиблась на семерке червей. Кроме семерки червей. Помните, я здесь кое-что написал? Я знал, что ты ошибешься, поэтому я написал, кроме семерки червей. Да. Крутой фокус, Маш. Да. Вы тоже сможете угадать, какая карта находится не в своей стопке. Смотрите внимательно. Для этого фокуса вам понадобится колода карт, маркер и листочек. Небольшая подготовка. Перед началом вам нужно взять колоду и разделить ее на красные карты и на черные карты. Примерно вот так. Теперь у нас одна стопка с черными картами, а другая стопка с красными картами. Затем вам нужно взять одну красную карту и отложить ее. Затем вам нужно взять одну черную карту и тоже отложить ее. Вы берете красную стопку, кладете ее на стол, сверху накрываете ее черной стопкой. И сверху всего этого кладете одну красную карту. У вас осталось на столе лежать одна черная карта. В моем случае это дама-пик, это очень важно. И убираем даму-пик туда, где лежат только красные карты. Важно не показывать зрителю колоду перед фокусом. Все, вы готовы показывать фокус. Вы берете маркер и говорите зрителю, что вы сейчас кое-что напишите, но пока не будете показывать ему, что это. И вы пишете на листочке, кроме дамы-пик. У меня дама-пик это та карта, которая лежит среди красных карт, поэтому я пишу ее, кроме дамы-пик. Откладываю листочек, откладываю маркер. Затем я беру колоду и говорю зрителю, что сейчас ему нужно будет проверить свою интуицию. Выкладывайте две карты на стол. Одна красная, та, которую мы положили туда заранее, и одна черная. Даете колоду зрителю в руки и говорите, что сейчас ему нужно будет самому решать, какая красная карта, какая черная. Просто пытаться угадать. Если он думает, что следующая карта красная, ему нужно будет класть эту карту вот в эту стопку. Если он думает, что следующая карта черная, ему нужно будет класть ее в эту стопку. И зритель это делает. Но угад вслепую, не глядя. Какие-то карты сюда, какие-то карты сюда. В произвольном порядке. Затем, когда зритель дошел примерно до середины колоды, вы его останавливаете и говорите, «Стой, давай усложним для тебя задачу. Сейчас мы поменяем красные и черные карты. И вы меняете эти карты местами. Теперь здесь у вас черная карта, здесь красная. И вы говорите, что теперь ему нужно будет сюда класть черные, а сюда класть красные. И он продолжает делать то же самое, что и делал. Абсолютно не важно, как он будет класть карты. Самое главное, чтобы он не смотрел на лица этих карт. Чтобы все было вслепую, рубашками вверх, лицами вниз. Важно убедить зрителя в том, что он все делает сам. Ваш зритель разложил карты. И вы говорите ему, что сначала он клал сюда красные, сюда черные, потом вы поменяли все местами. То есть теперь здесь должны быть наполовину красные карты и черные карты. И он все правильно сделал. Здесь абсолютно то же самое. Он идеально правильно разложил. Но все-таки он ошибся. Он ошибся в одной карте, потому что среди этих красных карт единственная ошибка – это дама пик. И вы говорите зрителю, чтобы вы заранее знали, с какой картой он ошибется. И поэтому вы написали здесь «Кроме дамы пик». Ну вот, вы узнали тайну нескольких фокусов. А теперь напоследок я покажу вам совершенно необъяснимый фокус. Ну то есть, объяснимый, конечно, но его разгадкой придется поломать голову вам самим. Как тебя зовут? Алина. Алина, возьми свой телефон. У тебя есть пароль на телефоне? Четыре цифры. Да. Алина, скажи честно, вот какова вероятность того, что ты у меня на телефоне, у меня тоже есть пароль, введешь свой, и мой разблокируется от твоего пароля? То есть у нас одинаковые пароли. Какова вероятность? Да. Невозможно. Ты можешь сказать это вслух, скажи. Невозможно. 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 Возьми мой телефон. Так, чтобы никто не видел, что ты вводишь, чтобы телезрители не видели твою пароль, введи, и он разблокируется. Да? Нет? Ну было бы круто, конечно, да. Ну ладно, конечно, конечно, это невозможно. Ты правильно сказала. У меня, конечно, другой пароль. Нажми на любую цифру сейчас. Теперь любую другую. Теперь ты на любую. И ты на любую. Вот видите, вы только что сами его разблокировали. Совместно угадали мой пароль, да. Но у тебя тоже есть какой-то пароль, я не могу его знать правильно. Мы с тобой первый раз знакомы. Тебе нужно будет сейчас о нем подумать. У тебя свой телефон? Подумай о нем, сделай так палец. Молодец. Невозможное возможно. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...